Всем привет! Вы на канале Покашеварим. Сзади меня Москва-Сити, но не тот типичный Москва-Сити, к которому все привыкли. Блин, товарищи блогеры, где вы находите эти офигенные мажорные площадки, где вот это все красиво видно? Я единственный, где нашел, где можно снять Москва-Сити, это вот этот санный забор с какой-то непонятной парковкой. И вот Москва-Сити. Мы сейчас туда отправляемся не просто потому, что я хочу приобщиться к чему-то мажорному, нет. А потому что в Москва-Сити, конкретно в Афимоле, KFC открыли свое новое заведение, которое называется Сандерс Гриль. Это там прям вообще все отличается от KFC, но опять та же самая курица. Единственное, там все приготовлено иначе, чем в KFC. Там бургеры, там стейки, там какие-то всякое разное. Отправляемся пробовать курочку от Сандерса, блин. Только вперед. Ну реально, напишите в комментах, где фоткаться, где фоткаться, чтобы красиво Москва-Сити было видно. Я хз вообще, я реально не знаю. Что за дела? Димон, погнали нахрен. Ребята, ну тут, конечно, разобраться. Понедельник-пятница, 250 рублей час. Куда нам ехать вообще? Еще так неудобно, блин. И 250 рублей час. Добро пожаловать. Итак, мы внутри Афимола, Сандерс Гриль. Пожалуйста, KFC ресторан. Называют они это рестораном, хотя вот я сюда подошел. Это обычная точка на фудкорте, ничем не отличающаяся от любого другого KFC. Мне кажется, даже обычные KFC, они как-то более комфортные в плане хотя бы мест, размещения и так далее. Ни ресторан, ни разум. Но пойдем посмотрим меню. Я пытаюсь сейчас разобраться в меню, то есть тут, судя по всему, вообще нет практически пересечения относительно стандартного KFC. И все иначе, короче. Здрасте. Добро пожаловать. Спасибо вам большое. Я все-таки думал, что я понял, что я хочу заказать, но нет. Давайте посоветуйте несколько бургеров вкусных. Рекомендую попробовать от создателя. Так, что там? Это вот то, с чего стоит начать знакомиться с нашим меню. Все, пробивайте. А вот еще у вас есть блю, это с блючизом, да? Да, это идет с сыром дорблю и соусом блючиз. Давайте его добавим. Тоже на пене. Нет, давайте на грудки для разнообразия. Хорошо. И не надо ничего добавлять. И остряк баффало. Сэндвич в лепешках тогда, кисадилию с грибами. Курицу гриль, тогда крылышки с соусом. Давайте два раза по шесть, но с двумя разными соусами попробуем. Давайте тогда баффало. Шесть с баффало, шесть с... И что еще? Чили сладкий идет? С сладким чили. И со сладким чили тогда. Формат заказа, короче, у них такой. Сначала заказываете, делаете два шага. Вам делают напитки типа бар. И уже потом за углом делают выдача товара, как бы основного, еды. Перчатки в неограниченном количестве, то есть никак в Блэкстаре они не порционно. Берем сколько надо. Приятный момент, что есть рукомойник. Но туалета нет, поэтому... Ну, не ресторан никак. Продолжение следует... 2200 рублей. У нас вот это все на столе. Ну, как сказать, на столе это не стол, это низкий стол. Хотя у них есть еще помещение со столами повыше, чтобы было удобно есть. А здесь крайне неудобно есть. Вот, вот... Короче, все, что за рамками заведения, это такое, ну... В общем, зале в проходном, как бы, находятся. Это крайне неудобно. Сразу минус, который, наверное, и вам бросается в глаза, это вот эти валяющиеся вафли. Вафли от напитков у нас вот здесь. Это не я их раскидал, серьезно. Пока мы сходили за заказом... И вот, пожалуйста. То есть, вот эта шоколадная фабрика, она не предусмотрена к тому, чтобы долго жить. Понимаешь? То есть, она упала на стол, и уже печеньку Орео, вафельку, и вот эту прекрасную трубочку из пятерочки уже не поешь. И плюс стол заляпан. Вот такие дела. Мне кажется, это немножко непрактично. Вот такие напитки в стиле Тимати. Я и у Тимати говорил, что вот это мороженое, вот это нахрен никому не надо. Вот эта всякая обсыпка в мороженом, когда добавляют, я не очень люблю. То есть, ну, это красочно, это ярко, это здорово, но это абсолютно непрактично. У нас тут несколько бургеров, причем формат какой? Мы можем выбирать, что внутри. Либо это будет куриная грудка, либо это будут бедрышки. Естественно, вам советую, если уж будете сюда ходить, то лучше бедрышки выбирать. Бедрышки кайфовые, куриная грудка поскучнее. А мы, кстати, стейк никакой не взяли, ну и ладно, хрен с ним. В общем, у нас несколько бургеров, у нас крылья, у нас картошка фри, и давайте все будем смотреть потихоньку. Первый бургер, который нам достался, это Остряк Баффало. Это бургер, который стоит 390 рублей, дорогой, кстати, самый, наверное, дорогой. Цельное куриное мясо, перец халапеньо, сыр с голубой плесенью. Короче, сыр с голубой плесенью они везде добавляют. Не очень сильно поджаренный бекон. Здесь мы выбрали куриную грудку, это видно, что это куриная грудка. Свежий салатик, перчики халапеньо, и, судя по цвету, это соус, ну, а-ля шрирача, который должен сделать из этого бургера острый бургер. Любопытная булка, какая-то темного цвета, посмотри, да, и очень пышная. Странная булка, честно. Но острота есть, конечно, в этом бургере, она меня не убивает, то есть это не прямо остряк, тут аж два пламени нарисовано в меню. Давай еще раз укусим, потому что я не добрался ни до блючиза, ни толком ни до чего. Довольно любопытный бургер. Знаешь, у него вот, ну, помимо булочки, булочка это скорее мне не понравилось, чем понравилось, но вот само куриное мясо, у нее прикольный привкус, у нее хороший такой действительно костровой, что ли, привкус есть. Вот то, что тут менеджер нам сказала на входе, она рассказывала там про их вот эти лавовые камни, оно действительно чувствуется. Интересный соус, вот блючиз мне во втором укусе попался, он прикольно подходит к этому бургеру. Ну, и в целом острота она есть. Я бы не сказал, что я за этот бургер отдал бы душу, дьяволу, ну, скажем так, я бы за него заплатил, чтобы, наверное, скушать. Ну, твою мать, не 390 рублей, я еще раз посмотрел на цену. 400 рублей, конечно, пожалуй, нет, несмотря на то, что тут как бы два куска куриной грудки. Нет, наверное, прям не восторг. Так, относительно цены, относительно качества, хорошо. Так, коктейль. Ммм, это вкусненько, кстати. Сколько стоит коктейль? 190 рублей. Вкусненько, кисленько так. Забавный кисленький привкус коктейля, мне нравится скорее. Так, ладно, давай мы попробуем лепешку к кесадилию. Кесадилия, кстати, она довольно увесистая. 240 рублей стоит лепешка к кесадилия. Цельное куриное филе, сыр, чеддер, шампиньоны с луком, томаты и соус трюфельный. Соус трюфельный. Пожалуйста, чеддер, куриное бедро, шампиньончики. Соус трюфельный, не знаю, вот, видимо, что-то темное. Это трюфельный соус. Ну, два таких кусочка, в принципе, заполненных начинкой, очень даже неплохо выглядят. И грибы не пережарены, и куриное филе, не куриные бедрышки, ну, то есть, виднеются. 240 рублей. Кесадилия мне понравилась. Я не знаю, как там трюфельный соус, но то, что туда добавлено какое-то, что-то типа трюфельного масла, это есть. Вот этот привкус. Вот есть грибы в виде шампиньонов, у которых нет вкуса грибов. И есть, и есть просто что-то отдельно добавленное, которое дает отдельный вкус грибов. И все это вместе прикольно. То есть, шампиньоны начинают иметь грибной вкус, и в целом это блюдо имеет грибной вкус, довольно вкусную курочку, интересный соус, и мне понравилось. Вот если сравнивать бургер, вот этот острый, и кесадилия, кесадилия вкуснее, на мой взгляд. Любопытнее, интереснее. Бургер скучноват в целом. Короче, пойдет. Вот это вкусненько было. Картошка. 120 рублей стоит, и плюс соус, хотел сказать, дают хрен там. Блю-чиз 50 рублей вот этот соус стоит, с маркировочкой, кстати. За это лайк. Давай попробуем. Очень вкусный соус блю-чиз. А картошка, ну, обычная картошка. Не, пожалуй, есть какой-то прикол есть картошку необычной формы. Блин, я говорю обычная картошка. Он в целом вкусненько. 100 граммов картошки за 120 рублей. Ну, такое. Картошка столько стоить, конечно, не должна, но вкусненько. То есть, вот эта структура такая, лесенка, спиралька, она добавляет интереса к поеданию. А с соусом вообще прекрасно. Но это уже 170. Ладненько, в общем, друзья мои, что у нас? Давай попробуем крылышки, наверное, да, сделаем, сделаем паузу на крылья. Мы взяли два вида крылышек. Это крылышки сладкие чили и крылышки в соусе баффало. И тот и другой соус делается у них на кухне, как нам сказал менеджер. Какой из этих крылышек, какой, непонятно. 6 штук куриных крылышек стоит 190 рублей, 9 штук стоит 240 и 13 штук 290 рублей. Плюс дополнительно, если вы хотите какой-то соус добавить к ним, вы заплатите еще по 50 рублей. Здрасте. Покашеварим. Как по мне, покупать отдельные крылышки, ну какой смысл? То есть за 190 рублей, типа, покупать 6 крылышек. Причем не 6 крылышек, а 6 кусочков крылышек. Это 3 крыла на самом деле. По факту плюс соус получается, блин, 240 рублей за 3 крылышка. Это крылышки от полутора курочек. Что-то не так. А вот здесь мне пригодятся перчатки, которые я взял. А то потом я точно не вытрусь. Ну вот так вот. Это как в курочке Ромы, блин. Хрена оденешь. Помните эти розовые прекрасные перчатки от Ромы? Как жалко. Я вот, кстати, честно говоря, сочувствую, что вот Роме пришлось вот закрыться. Димка Портнягин бросил его на произвол судьбы, наверное. А может и нет, я не знаю. Честно говоря, их там взаимоотношений. Но обидно. Обидно. Жалко Романа Куценко. Вот, Ром, если смотреть будешь, блин, чувак, вкусные у тебя были крылья. Ну это вообще, тут надо какую-то детскую присыпку давать, чтобы одевать перчатки. Так, ну что, давай. Вот это вот какой-то соус блестящий, а тут какой-то не блестящий соус. Давайте будем по вкусу определять, какая курочка какая. Сразу второй бахаем. Эти крылышки не те крылышки, к которым вы привыкли в KFC, где много панировки, где ты окунаешь все это в какой-нибудь твой любимый соус, там сделанный Heinz в баночке. И кушаешь, хрустишь, похрустываешь. Нет, это мягкая курочка. Это та самая курочка, которую ты можешь приготовить дома совершенно спокойно. В чем прикол вообще вот KFC? Почему мне KFC нравится? Я не ем там бургеры никогда. Я если беру, то я всегда беру себе ведро крыльев, короче, съедаю и умираю потом на несколько дней, закидываясь мизимом и запивая молоком. Мне нравится в KFC то, что за меня решили какой-то вопрос. Дома заниматься фритюром, то есть вот иметь какой-то, я не знаю, фритюр, разогревать вот это масло постоянно, что-то жарить, это можно иногда, но это геморрой, согласитесь. Дома заниматься фритюром не хочется. За меня решил этот вопрос KFC. Я покупаю там фритюрные крылья хрустящие, получаю удовольствие. Все. То, что мне предлагают здесь в Сандерс под знаком как бы эксклюзива, может быть, но по факту это обычные куриные бедра, куриные крылья, которые я могу приготовить дома, запечь, заглазировать в соусе и так далее, и так далее. То есть в этом нет ничего необычного. По поводу вкуса не знаю, но довольно вкусные соусы и тот, и тот. Один послаще, другой более такой пряно-томатный. Можно брать, это съедобно, это вкусно, мягкая курица, хорошо приготовленная. Но еще раз повторюсь, для меня KFC родненький с жареной панировкой. И, ну, как-то оно вот, ну, вы поняли мысль, да, я надеюсь? Ладно, давайте оставим тему крылышек отдельно. Вот, не могу сказать, что я получил какие-то новые ощущения вот относительно этих вкусов. Но сказать, что это плохо, я тоже не могу. То есть, если вы сюда идете, так почему не заказать? У нас здесь осталось два бургера. Это Blue и от Создателя. И вот бургер от Создателя, это вот тот, с которого мы должны были начать знакомство, как нам сказала менеджер при встрече. Здесь булочка не такого формата. Тут вот она такая чисто бриошь классический, мягенький. Тут целая куриная грудка. Здесь помидорчик. Ну, что такой грустный-то, блин? Даже цветокоррекция не поможет этому помидору стать хорошим. Тут салат. Плюс в салате есть руккола, которую я не очень любил какое-то время назад. Сейчас я хорошо к ней отношусь. Огурчики. И вообще такой весьма самодостаточный, довольно крупный. Смотри, прям куриная грудка. Это радует. В составе, кстати, написано, что там руккола, поэтому претензий никаких быть не может. У меня и не была эта претензия вообще. Черевоугодим. Хочу признаться, что это вкусный бургер. Мне нравится и руккола. Мне нравятся соусы, которые здесь. Здесь мне нравятся маринованные огурчики. Прям отдельный фетиш. Даже стремный помидор никак не портит общих впечатлений позитивных от этого бургера. У куриной грудки есть такой легкий дымный привкус. Я не знаю, за счет чего вот это добивается. Я не думаю, что там какие-то жидкий дым, еще что-то. Нет, это вот, скорее всего, капает жирок. Да, он вытапливается. И грудка успевает немножко прокоптиться, что ли, наверное. Короче, вкусный. Вот этот бургер от создателя, он и стоит на сотку дешевле острого. 290 рублей. И вкуснее, ну, насколько он получается, на 30% дешевле. Он на 30% вкуснее, чем острый. Одобряю. Прям вот этот бургер вкусный. Под развалившийся коктейльчик попробуем. Ну, смотри, тут уже сливки опали. То есть, ну, какой смысл вот в этой всей вот мишуре, да? Никакого абсолютно смысла. Это исключительно делается для того, чтобы оправдать цену. Ну, коктейль за 190, сколько он стоил? За 190 рублей. Ну, как ты объяснишь? Просто молочный коктейль за 190. А накидал туда вот этой всякой херни, типа, Орелу. И уже все, сливок вот этой взбитых. Сами коктейли офигенные. Вот все, что вот, вот коктейль, жидкость, жижа, офигенная. Все, что не жижа, отстой вообще. Не надо это класть. Реально, сделайте за 190, хрен с ним. Но вот эту всю хрень не добавлять. Мишура не нужна. Это не настолько эффектно, как, например, в Балашике. Как это заведение называлось? Фудмаркет, вспомнил. Это не так эффектно, как в фудмаркете, когда хочется прям вот, я не знаю, там, заинстаграммиться с этой фотографией. Охренеть. Смотрите, это наш фирменный коктейль. Хейзи шейк. И оно вот так дымить будет мне по дороге? Нет, по дороге нет. Другими словами, конечно, нахрен не надо. Вот не надо это делать и все. А коктейли вкусные и клубничные, и шоколадные, и очень-очень насыщенные по вкусу. Классные коктейли. Прям ставлю пятерку. Ладно, у нас последний бургер остался. От этого бургера я прям чувствую запах сыра с голубой плесенью, потому что здесь прям соус. Это тот же самый соус, которым мы макали, видимо, картошку. Вот он. Сейчас я его покажу. Вот он, соус, которым мы макали картошку, и здесь же намазана куриная грудка, целая куриная грудка. Все течет. Все вот так вот распадается. Это чуть-чуть неаппетитненько, и неизвестно, что с этим делать. То есть нам бы новую держалку для бургера, потому что она вся вымокла. Это первый сочный, мощный бургер, короче, как в Black Star, где все нахрен течет. Но течет не потому, что там сочное мясо, а просто потому, что все это... Сол... Во-первых, вот после этого блюклюва, Единственный вывод, который мне напрашивается, и прямо вот как рекомендация, если сюда будете ходить, в Афимол, а сюда ни хрена неудобно дойти, во-первых, припарковаться 250 рублей до 18 часов, после 18, правда, полтос становится. Это условие парковки Афимола. Сам Сандерс гриль находится отдельно от фудкорта, то есть он, он может сказать, в другой стороне вообще здания, короче, на первом этаже, на самом первом этаже, рядом со Сбербанком, Прайм-кафе и Синнабоном. Но если вы сюда будете ходить, то однозначно, вот если выбирать начинку для бургера, то это не куриная грудка, это куриная бедрышка. Куриная бедрышка адекватная есть. Куриная грудка, она вот особенно в своей толстой части, то есть ее же не выравнивают. Нет, для нас Сандерс гриль не сделает так, чтобы выровнять куриную грудку, чтобы было удобно есть. Нет, у нее есть тонкая часть и толстая часть. Толстую часть ешь, тебе довольно сухо, тебе неинтересно, и одна куриная грудка. А в тонкой части, соответственно, у тебя все остальное, как раз соус и прочее. Что касается вот этого бургера Блю, да, там есть привкус голубого сыра, но он ровно такой же, как и в предыдущем там бургере, где тоже добавлен был соус с голубым сыром. Там карамелизированный лук, это просто адская сладость, которая забивает даже вкус, блин, блю чиза, черт подери. Короче, этот бургер мне скорее не понравился, чем понравился. По факту, по факту бургер от создателя, он самый вкусный из тех, что мы поели. Острый мне не понравился, скорее всего, и за булочки, и в принципе не такого прям какого-то впечатляющего вкуса в нем нет. Блю Чиз мне не понравился и за лук, и за того, что течет, и за того, что куриная грудка. Возможно, с бедрышком и без карамелизированного лука, или с меньшим его количеством, это было бы вкуснее. Ну, итоги подведем, наверное, уже в каком-нибудь другом месте. Сейчас что-то покушаем и увидимся с вами еще. Лучше моего резюме говорят оценки, которые мы выставляем итоговые. И у нас, значит, 5 стандартных критериев, в том числе и KFC, мы тоже их применим. Цена, вкус, качество, комфорт, скорость, персонал. Цена, я ставлю трешник, потому что, на мой взгляд, в принципе, вроде бы за такие большие бургеры цены и ничего такие, нормальные. В пределах 300 рублей, да бог с ним пойдет. Но крылышки дороговато, блин, это просто крылышки, да не надо про это забывать. Вкус, качество. Качество, вне всяких сомнений, классное. Относительно вкуса, опять-таки, это дело вкуса, потому что это вкус. Но я ставлю оценки за свое мнение. И для меня, честно говоря, все, что я здесь попробовал, по большому счету, на такую крепкую, хорошую, удовлетворительную оценку. Трешничек поставим Сандерсу. Комфорт никакой, единица абсолютно дискомфортная. Все друг на друге сидят, мне не понравилась. Скорость нормальная, 4 балла заслуживает. Но при этом, конечно, все равно подождать приходится. Это вам не KFC стандартный, имеется в виду. Ну и персонал 5. Персонал красавчики, все улыбчивые, прям они все молодцы. От менеджера до кассира и девушки, которая готовила коктейли. И ребят на выдаче, там их не видно, правда, в основном. Но они красавчики тоже молодцы, общительные. Шутеечки, шутят, а за это, конечно же, 5. Ребята, в Сандерс гриль зайти можно, но особо, наверное, ничем не впечатлить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok